Их объединила любовь и танцы. Сегодня Ольга и Евгений Корниловы заслуженные работники культуры Российской Федерации. А началось все больше 40 лет назад. Тогда юная Оля восхищалась мастерством играться из советских балерин. Мечтала блистать на сцене, сочинять собственную танцевальную программу. К музыке тянула всегда. Рассказывая свою историю, женщина признается, ее творчество – дар свыше. Я же помню себя с того момента, когда я смотрела на фотографии журнала «Гонек» Улановой, где она танцевала Ромео и Джульетту. Я смотрела, как она стоит на пуантах и думала, господи, это же надо же, какие красивые туфли, как я вот это хочу. И сколько я себя помню, где бы я ни была, я всегда старалась сочинять для себя танцы. Евгений Александрович также свое призвание нашел в танцах. Начал заниматься еще мальчишкой в детском доме. Туда же по счастливой случайности был приглашен руководитель народного коллектива ансамбля танца «Юность». О даренности талант маленького Жени не остался без внимания. Конечно же, на пути ждали сложности. Сверстники не одобряли выбранное увлечение. Твердили – танцы – удел девушек. Однако Евгений не опустил руки. Уверенно шел к своей цели. Так он поступил в училище культуры, где и встретил свою любовь. Я поступил в училище культуры. Там мы познакомились с Ольгой Анатольевной. Полюбили друг друга. И вот так по жизни у нас уже с училища культуры идет вот это творческое семейное направление. Дальше была Москва. Москва – государственный институт культуры, который просто необыкновенное было время, потому что мы попали, когда нас учили корифеи русского балета. Корниловы признаются, попасть туда было очень сложно. Желающих на поступление много, а вот места ограничены. Однако у Евгения и Ольги было главное – талант и непреодолимое желание танцевать. Вот я как-то была уверена, что я поступлю. Хотя передо мной, за мной стояли там артисты балета, танцоры из государственных ансамблей. Ну вот мы с Евгением Александровичем смогли туда поступить. Я здесь в данном случае хочу поблагодарить Оленку, потому что благодаря только ей я поступил, потому что мне было сложно. Честно скажу, потому что если по специальности у меня были пятерки, то по остальным приметам там четверки. А там поступали только с отличными летами. Но Ольга Анатольевна пошла на кафедру и встретилась с профессором нашей кафедры и сказала, что он в воспитании детского дома, мы должны ему помочь. А дальше в 80-м году выпуск из института армии и начало большой увлекательной карьеры. Ольга Анатольевна начала работать в Ульяновском дворце пионеров и школьников, Евгений Алексеевич в управлении культуры. Потом служба в армии. И уже тогда супруги начали работать вместе. На свет появился ансамбль танца «Счастливое детство». Ну, Оленька, она быстро сразу, только она поступила на работу, у нее уже пошли номера, она уже стала в концертах участвовать. И первый такой большой, нам поручили номер на стадионе, делать тогда было модно, на 9 мая «Солнечный круг», там участвовало 400 детей. В прошлом году Корниловы отметили рубиновую свадьбу, а вместе с тем и 40-летие своего ансамбля. Умения и профессиональные навыки Ольга и Евгений передали по наследству. Так Корнилова Надежда пошла по стопам своих родителей. Девушка в танцевальной индустрии уже 20 лет. По ее словам, начинала перенимать опыт еще с пеленок. А теперь она балетмейстер ансамбля. «Я и моя сестра, мы выросли здесь, в балетном классе, сначала под станком, потом на станке. И, естественно, наши родители – это люди, которые дали нам все, и в профессиональном, и в личном плане. Это мои самые главные основные учителя, это люди, которыми я горжусь». Говорят, родственники не должны работать вместе, иначе не избежать размолок. Однако Корниловы – пример того, что работа не мешает, а наоборот способствует семейному счастью. Все вопросы и споры они решают вместе, а домой возвращаются с хорошим настроением. По выходным – дача, в будние тренировки. Обмен опытом, поддержка и вера в друг друга – их главное правило. «Да, у нас бывают и споры, естественно. Это никак не переносится в нашу семью, в наши личные семейные отношения. Естественно, мы спорим, находим компромиссы. Я достаточно эмоциональный человек. Я могу сразу взорваться, но потом подумать. Я понимаю, что опытный человек, он всегда более прав». Муж Надежды Иван работает балетмейстером вместе с женой, тещей и тестем. Вы не удивитесь, но его сердце с детства также заняла любовь к танцам. В шесть лет маленький Ваня пришел в школу танцев Нижегородской области. А в 2002 году приехал поступать в Ульяновский государственный университет на факультет культуры и искусства. С Надеждой познакомился здесь, в балетном зале. Спустя год как пришел работать в коллектив. «Я знал, что есть она, она знала, что есть я. А встречаться начали гораздо позже. И так получилось, что полюбили друг друга, поженились. Это практически через год случилось. Я пришел в коллектив, я начал работать здесь, в дворце сначала, потом начал работать в счастливом детстве. Потом мы поженились и закрутилось, завертелось». Самые младшие Корниловы, маленькая Юлия и Катя уже осваивают азы танцевального мастерства. Юлий сейчас шесть лет, и она уже три года занимается в классе. Выступает на концертах с семьей. А вот у Катюши все впереди. Ее родители Ивана Надежда уже сейчас видят рвение и желание танцевать на сцене. В счастливом детстве занимаются дети с трех лет. Дальше, после 14, для них открыт ансамбль танца «21 век». Корниловы говорят, чтобы попасть к ним, достаточно иметь желание танцевать. Отборочных испытаний и конкурсов нет. Культура – она для всех, отмечает Ольга Анатольевна. Сами дети ходят на танцы по любви, проводят часы у станка. По словам Евгения Алексеевича, стараются завершить все дела, чтобы успеть на репетицию. Адилия и Валерия занимаются в ансамбле без малого 13 лет. Все эти годы запомнились девочкам концертами, победами, безграничной верой наставников. Преподаватели у нас много вкладывают, и мы им безумно благодарны, потому что если бы не они, ну ничего бы не получилось. Репетиция, на которую побывала наша съемочная группа, не крайняя. Подготовка перед концертами – самый волнительный ритуал. Однако счастливые лица гостей, аплодисменты и гордость наставников – лучшая благодарность.